Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко призналась, что работала в службе секс по телефону. Об этом она рассказала в интервью одному из украинских изданий. По словам Савченко, развлекала клиентов, когда ей был 21 год. На собеседование ей предложили прочитать эротическую сцену из бульварного романа, а оплатили 100 долларов в час. Как говорит Надежда, в такой работе ей помогло адекватное отношение ко всему и соответствующее воспитание в ее семье никогда не делали акцент на неравенство полов. Несет парень ведро воды. И ты несешь ведро воды. Вам по 6 лет, вы маленькие. Какая между вами разница? У меня было заложено нормальное восприятие противоположного пола. По словам Надежды Савченко, такое воспитание и отношение к жизни также очень помогло ей во время службы в армии. Порой ей приходилось мыться с мужчинами-военными в одной душевой. Когда ты становишься под душ после работы на улице в 35-градусную жару, когда у тебя синяки и ссадины по всему телу, тебе совершенно безразлично, кто моется рядом с тобой. Просто наслаждаешься водой. Савченко также рассказала про съемки в передаче «Битвы экстрасенсов» 5 лет назад. Тогда продюсерам понадобился снайпер, а она согласилась помочь. Как говорит народный депутат, ей стало интересно посмотреть на вранье изнутри. Надежду Савченко в марте прошлого года приговорили в России к 22-м годам лишения свободы за причастность к убийству российских журналистов во время боевых действий в Донбассе. В мае президент Владимир Путин указом помиловал ее. После возвращения на Украину Савченко стал народным депутатом. Она уже не раз шокировала украинских политиков неоднозначенными высказываниями и действиями. На днях в телеэфире она описала политическую ситуацию в стране с помощью десятка матерных выражений. Не надо бояться быть собой.